Здарова всем! Сегодня мы постараемся понять и выяснить, почему вдруг ни с того ни с сего начинают моргать светодиодные лампочки, причем не только вот такие на 220 вольт, а еще и автомобильные. Интересно, но сделать стробоскоп из просто светодиодов без всяких транзисторов и микросхем не удается никому, а вот лампочки берут и сами по себе моргают. Давеча я видел 40-минутное видео, где человек пытался объяснить, почему вдруг моргают вот такие светодиодные лампочки, сживал резину очень долго, физика конечно победила, но результат был нулевой. То есть вывод такой, моргают, потому что моргают, потому что электронная схема моргает. Ну давайте и мы немножечко поковыряемся в этих лампочках и попытаемся выяснить первопричину. Ну чтобы понять, как моргает лампочка, надо стать лампочкой и думать как лампочка. Поэтому легким движением руки я разламываю лампочку на запчасти и мы добираемся до ее нутра. Кроме того, что в ней есть хорошая микросхема вот такого мостового выпрямителя, парочка хороших резисторов, а с той стороны стоит конденсатор, есть тут еще и чип зла. Но главное это светодиоды. И если чип зла конечно заставляет эту лампочку перегорать и не светиться, то вот светодиоды заставляют такую лампочку моргать. Почему? Я не надеюсь на то, что именно микросхема позволяет схеме моргать. Да потому что микросхема это и есть линейный стабилизатор тока. И обычно в нормальных условиях, если все собрано правильно, они не моргают. Хотя к самовозбуждению они очень даже предрасположены. Причина тут кроется как раз вот в этих маленьких желтеньких квадратиках, которые именуются светодиодами по ошибке. Но на самом деле это никакие не светодиоды. Кстати, давайте покажу где конденсатор. Вот он. Вот эти маленькие квадратики, это есть не что иное, как светодиодная матрица. И вот старинные светодиодные лампочки выглядели гораздо иначе. Или немного иначе. Давайте сравним. Вот это вот старинная светодиодная лампочка. Она на 12 вольт. И вот это. Это автомобильные фары. Лампочки для автомобильных фар, которые уже стали не очень годны и теперь послужат нам для нашего эксперимента. Вот это были матрицы, состоящие из отдельных светодиодов. Эти светодиоды хорошо видно. Они абсолютно обыкновенные, со своими линзами и корпусами. А вот это уже не светодиоды. И как-то года три назад мне даже пришлось очень дико спорить, чтобы доказать, что это есть не светодиод, и что проверить его всего лишь тестером не удастся. Да, тестер подает напряжение около 12 вольт на такие схемы. И если у вас оказалась матрица, которая может засветиться от 12 вольт, вам повезло. Но в основном вот эти вот светодиодики, они начинают светиться от 19, 18 и иногда выше вольт. Мы их традиционно называем светодиодиками, но внутри такой матрицы содержится очень много таких светящихся элементов. Нарисовать можно примерно вот так. Вот именно так выглядит нутро, ну, схематично, вот такого элемента. И именно он виноват в том, что когда линейный стабилизатор не справляется со своей работой, а возможно и качество светодиодов тоже не справляется со своей работой, эта система начинает нам подморгивать. Или подмигивать, я не знаю, бровей у нее нет, поэтому она, наверное, не моргает. Значит, все вот эти вот светодиодики в таких вот лампочках соединены последовательно, а вот в автомобильных очень часто соединены параллельно. И именно параллельное соединение в автомобильных лампочках и приводит к тому, что в автомобилях лампочки, в отличие от того, что там нет 220 вольт, все равно моргают. И в отличие от того, что здесь есть линейные стабилизаторы, то в дешевых автомобильных лампочках есть очень хороший такой линейный резистор чистого синуса, который ограничивает ток на эти светодиодики. Больше ничего. И все равно они моргают. Ну что же, давайте любую физику проверять экспериментами. Любые теории должны быть экспериментально подтверждены. Что произойдет здесь, если вдруг какой-нибудь из светодиодиков, не одна матрица, ребята, а именно светодиодик внутри матрицы, начнет выгорать? Как это происходит? Ну, происходит это очень обычно. Вдруг какой-нибудь бракованный из светодиодов, вот в этих трех линейках, которые параллельны, возьмет и выгорит. Хорошие инженеры, которые создавали белые светодиоды, ну, ультрафиолетовые, с покрытием, чтобы оно белым светилось, они придумали так, что вот такие белые светодиоды, вот такие белые светодиоды, которые здесь, но не вот такие светодиоды, которые здесь, перегорали с замыканием. То есть, когда вот здесь вот светодиод перегорает, а это пошла традиция от тех лампочек, в которых все вот это вот соединялось последовательно, ну, типа гирлянды такой. Так вот, чтобы эта гирлянда в случае перегорания одного светодиода все-таки продолжала светиться, Они сделали так, химики разработали состав Когда светодиод сгорает, он замыкает сам себя И получает сопротивление примерно 50 Ом На своем канале я проводил такой эксперимент И показывал, какая проводимость у перегоревшего светодиода На основе этого эксперимента я сделал очень удивительный ролик К которому удивлялись все электронщики и электрики Ну как это так это, вдруг светодиод сгорел и проводит Бывает такое, да, даже лампочки проводят, которые перегорели И вот, у нас сгорает здесь светодиод И все бы ничего, вот эти два светодиода будут светиться Потому что у них здесь вот перемычка появилась Давайте его вот так вот закрасим Он такой черненький, сгоревший Ведь мы всегда ищем перегоревшие матрицы Вот надо говорить, матрицы При помощи того, ну, при помощи увеличительного стекла И ищем черную точку Вот я не знаю, тут есть черная точка, вот мне ее видно или нет Вот здесь вот есть черная точка, наверное И как раз вот эта черная метка приговаривает к смерти вот эту вот маленькую матрицу Но если вся эта матрица сгорит Это будет, кстати говоря, слава Богу Я расскажу, как это происходит Но для начала давайте физический опыт с электричеством У нас есть матрица с параллельным и последовательным соединением светодиодов То есть они тут не все последовательно Их тут больше, чем надо для 12 вольт Ну, сейчас я их буду питать от трофейной батарейки в 9 вольт Здесь их 3, еще 6, 9, 12 Вот 12, если бы их соединили последовательно, то они бы никогда не загорелись от батарейки вот такого типа Но и от аккумулятора автомобильного тоже бы не загорелись Вот, и сейчас мы ее будем зажигать Да, будем зажигать эту матрицу Вот мы ее подключаем к питанию А она вот вся не светится, а светится только вот два светодиодика Я думаю, вот так вот видно Через эти два светодиодика идет достаточно большой ток Вы думаете, остальные сгорели? Ничего подобного Сейчас вот я аккуратненько С помощью обыкновенного резистора Который не заменишь ни полевым транзистором Ни кучей резисторов дополнительных Ни конденсатором А именно вот обыкновенным резистором Подам побольше тока Я буду подавать не напряжение, ребята, а ток То есть я уменьшаю сопротивление И увеличиваю ток через вот эти два горящих светодиода Когда ток стал достаточно критичным Падение на двух этих светодиодах Позволило зажечься уже и остальным Давайте вот так вот зажму их немножко И вот они уже остальные загорелись А вот так вот я убираю ток И они уже погасли То есть вот сейчас вот пальчик буду убирать Смотрите, вот этот светится, а эти не горят То есть смотрите, что произошло Произошло нечто поганое и следующее Когда мы запустили на эту матрицу питание У нас загорелись вот эти два светодиода Они понизили напряжение на всех остальных И остальные загораться не смогли Поверьте, к концу ролика я вам еще один лайфхак подарю Абсолютно бесплатно, как без микросхем и транзисторов И стабилитронов Сделать индикатор напряжения Ну вы уже наверное догадались, как это будет Вот, короче Когда у нас вот здесь эта цепочка Возвращаемся к нашим баранам светодиодным Начинает проводить через себя ток То уже падение напряжения здесь, вот на этих 50 Омах А иногда и меньше Будет гораздо меньше, чем вот на двух этих светодиодиках И вся эта цепочка станет более низкоомной В результате вот эти светодиоды Не дополучат своего напряжения И у нас произойдет тот же самый фокус, который здесь Два светодиода горят, а остальные не горят Ну и пусть бы вот эти два светодиода горели А вот эти не горели Все бы было хорошо, да? Но смотрите Вот в такой гирлянде из матриц Остальные матрицы имеют по три таких цепочки И три таких цепочки проводят достаточное количество тока Чтобы этот ток протекал через все эти матрицы Более-менее равномерно Но одна из матриц вдруг получает сопротивление Не трех светодиодов, как у нас было А всего лишь двух То есть одна из матриц вдруг утрачивает свое сопротивление Но не в значительной степени А так, частично, как вот здесь То есть вроде бы поначалу Если мы будем давать малое напряжение сюда При каких-то колебаниях, скачках напряжения Будут происходить скачки тока Будут скачки тока на этой матрице И в один определенный момент У нее светодиоды будут то загораться, то не загораться Лучше всего это увидеть, конечно, наглядно Измеряя и напряжение, и ток Поэтому мы сейчас воспользуемся еще одним мудрым Моим, конечно же, мудрым советом И заменим обыкновенный резистор Ну, не золотой, на золотой, на электронный Сейчас в моде эти электронные нагрузки, погрузки, погрузчики Короче, вот обыкновенную крутилку я заменил на электронный резистор Он состоит из полевого транзистора и обыкновенного резистора Без которого я, ну, никак обойтись не могу Потому что мне нравится его крутить Вот, теперь у меня такая установка Хорошая такая установка У меня есть прибор Который будет измерять ток через вот эту нашу лампочку Смотрите, в ней уже один в этой лампочке светодиодик горит А значит, через него именно будет первоначально протекать весь ток Вот, от этих трофейных аккумуляторов я измеряю ток с помощью милиамперметра А вот это падение напряжения на матрице То есть, вот этот щуп и вот этот щуп Ну, это вот тот же провод Вот эти вот провода Они как раз подсоединены к вольтметру И сейчас у нас 5 вольт 5 вольт зажгли вот этот светодиодик Но значение тока в этом светодиоде протекающего Таково, что эти 5 вольт ему безболезненны На самом деле, от 4 вольт такие светодиоды могут сгореть Если ток не ограничивать Резистором, например, вот таким Теперь давайте делаем эксперимент То есть, у нас та же самая ситуация У нас есть перегоревший светодиод И тут я как раз покажу, чем отличаются светодиоды в матрицах От светодиодов вот таких вот единичных Лупоглазых, или как еще можно назвать? Линзованных Я их раньше линзованными называл Потому что каждый из этих корпусов Это линзочка маленькая Как микроскоп Вот, все там видно под ней Вот, поехали Значит, сейчас у нас вся шкала прибора 5 мА 5 вольт на матрице Так вот, матрицу видно И дадим жару То есть, вот сейчас я увеличиваю ток Обратите внимание, вот сюда пальчиком показываю Здесь начинает светиться Давайте даже вот так вот поставлю Да, вот видно Да, мне по крайней мере точно видно в камеру Что светодиод начинает светиться Ток пока еще очень маленький И вот на значениях Давайте вот я измерю точно ток свечения Одного белого светодиода Сейчас, хоть прибор стоит вертикально Вся шкала прибора 1 мА Это доли мА, которые позволяют слегка светиться Вот такому светодиодику Многие мои фокусы и лайфхаки Гуру лайфхакера основываются на том Что получив крайне незначительные токи Можно легко зажигать белые светодиоды Причем достаточно ярко Давайте посмотрим, как это будет происходить ярко Когда мы увеличим напряжение и подадим больше тока С помощью резистора я не напряжение изменяю Я увеличиваю количество тока, протекающего через матрицу Запомните это, ребята И падение напряжения возникает только в результате протекания тока через светодиод Вот сейчас смотрите, вот он уже достаточно ярко светится И начинает светиться второй светодиодик Это как раз есть имитация той самой матрицы Которую мы только что показывали Вот этот сгорел А вот эти два светятся И светятся они, конечно, неравномерно Сперва начал светиться вот этот светодиод А потом вот этот светодиод Потому что ток, протекающий через этот светодиод Был недостаточен для свечения вот этого светодиода А что же будет потом? Ведь параллельно им, вот этой троице, включены еще остальные Хорошо Давайте увеличиваем напряжение Наблюдаем за вольтметром Амперметром И свечением матрицы Два светодиода горят ярко Я переключаю диапазон И сейчас вот сделаю, наверное, миллиампер так 5 Вот, смотрите, как хорошо и ярко светится наша лампочка Всего лишь двумя светодиодами Остальные не горят Но они не сгорели Свечение вот такое яркое Вызывает ток всего лишь в 2,5 миллиампера При напряжении в 6,43 вольта То есть, если я делаю, допустим, какой-нибудь преобразователь От сверхнизковольтных источников Таких, как гальванические батареи самодельные То мне достаточно раскачать каким-нибудь качером Напряжение всего лишь до 6 вольт Но при этом обеспечить ток 2,5 миллиампера И у меня будет прекрасно светиться вот такая лампочка Которая в кадре смотрится очень даже хорошо Ну, теперь мы сделаем то, что я обещал Теперь мы сделаем индикатор напряжения Обратите внимание на свечение вот этой лампочки В тот момент, когда мы будем проходить напряжение в 7 вольт Я увеличиваю ток Так, мне надо запастись немножко диапазоном на приборе Вот мы превысили немножечко 7 вольт Переключу прибор, потому что иначе будет хуже прибору И смотрим на матрицу И смотрим на напряжение Обратите внимание, матрица начинает загораться Вот давайте еще раз До 7, до 7 еще ничего не горит Ну, кроме этих двух А теперь превышаем 7 буквально на треть Вот так 7,3 И уже свечение матрицы То есть, размах получился 0,3 вольта Это не так, как бы плохо для таких самодельных приборов Которые измеряют, ну, которые очень быстро измеряют напряжение То есть, в данном случае я сделал индикатор напряжения Всего лишь от, из перегоревшей матрицы и резистора Ограничив резистором ток Я заставил, если у нас напряжение меньше 7 вольт У меня светится только 1-2 светодиодика Если больше 7 вольт У меня сразу загораются несколько светодиодиков Даем больше, чем 7 вольт И наша матрица начинает сиять уже всеми светодиодами А напряжение у нас 7,5 вольт Ну, и по яркости свечения можно убедиться в том Что вот сейчас это максимальное напряжение, которое я могу себе позволить Вот 7,65 У меня светится вся матрица Индикатор напряжения готов Можно его использовать для автомобильных аккумуляторов Для литий-ионных аккумуляторов И еще для какой-нибудь фигни В экспериментальном или же домашнем блоке питания Сделанном из АДХ-ового блока питания Все с регулировкой, с токорегулировкой, с напряжением регулировкой Со стабилизацией и даже с индикацией Не правда ли? Все круто получилось Ну, а почему же моргают лампочки? Должен же я все-таки сказать об этом Лампочки моргают, вот почему Как мы убедились, что в зависимости от того, сколько светодиодиков вдруг нечаянно перегорело В результате умышленных действий сборщика вьетнамского Или же в результате электромагнитных полей, созданных каким-нибудь хулиганом-соседом Но один светодиодик взял и сгорел И тогда уже вот эта дестабилизированная матрица с этими параллельными цепочками Начинает вести себя плохо Вот, если по-русски сказать, то плохо То есть, когда полуволна, несмотря на вот этот линейный стабилизатор Или же генератор автомобильный Дает сюда, на эту матрицу, всплеск напряжения Вот эти светодиоды начинают вдруг светиться ярко, хорошо Продавливают напряжение Но когда этого всплеска не хватает В интенсивном режиме горят только вот эти два светодиодика, как сейчас у нас Постепенно деградируя А деградации плавной у любой электроники быть не может То есть, она то вдруг проводит больше тока, то меньше Это как сгорающий резистор или сгорающая лампочка Сперва поискрит и только потом перегорит и погаснет То же самое происходит со светодиодами То есть, любой малейший всплеск в сети Хоть в автомобильной, хоть в 220 Эти светодиодики начинают воспринимать все эти помехи Так, как будто бы они являются хорошими стабилизаторами И они то вспыхивают, то гаснут И мы наблюдаем мерцание Мерцание это признак того, что скоро ваша лампочка попадет на помойку А раз она попадет на помойку, то скоро она попадет мне в руки И я из нее что-нибудь сделаю Ну, а на этом все Пока, лайфхак получился замечательный То есть, индикатор напряжения 7 вольт Вот он у нас прямо перед глазами Сделан он очень просто И светодиодики горят Пока, ребята